приветствую вас на канале harmony nostria гармония в австрии меня зовут катерина я самый красивый блогер земли сальцбург извините что так не скромно но также она есть как вы уже догадались я нахожусь в парке мирабель в сальцбурге но я здесь сегодня ни с кем не встречаюсь а в общем то надо бы надо бы уже встретиться мне девчонки написали катя давай встречаться давай общаться давай знакомиться девчонки все будет все будет обещаю вам обещаю но сейчас что-то не до этого иду сейчас к врачу врач у меня находится в старом городе зальцбурга думаю ну по пройдусь пешку утро понедельника смотрите все тихо спокойно птички поют обожаю парк мирабель если бы не этот тарахтелка который убирает листья было бы просто чудесно вот решила пройтись немножко вам снова показать парк мирабель мой любимый парк обожаю его ребят вот лавочки уже убрали помните вот здесь вот летом стоят лавочки много много лавочек сейчас наверное уже холодно сидеть на лавочках поэтому все убрали листья листья хожу шуршу ребят как вам такая осень плюс 18 что ли сегодня вроде бы утром чуть-чуть похолоднее наверно плюс 15 днем будет плюс 18 вот такая вот у нас осень в зальцбурге так какому врачу я иду иду к дерматологу меня уже просто бесит моя красная точка на носу я не знаю что это такое это не прыщ это ничего такого что обычно появляется на нашем лице и потом исчезает это что-то такое что появилось у меня пару месяцев назад и не исчезает это конечно жесть и меня это уже начинает бесить просто просто я все время должна эту красную точку замазывать да ну чем-то замазывать а я этого делать не хочу не хочу все время забивать поры какой-то тоналкой и так далее тому подобное ой слушайте румыны уже работают утреца пораньше не могу вас перевернуть потому что вам тогда будет солнце в лицо смотрите на меня смотрите на меня в общем кто тут у нас из туристов ранние пташки в понедельник китайцы кстати не знаю кто они китайцы ой я думала это румын играет а это нет какой-то белый вообще у нас обычно румыны этим промышляют вот хочу спросить что можно сделать с этой красной точкой может крем какой есть может лазер короче не знаю всем расскажу ребят еще из новостей помните я вам рассказывал что заказала ирландские витамины витамин d тестирую эти витамины целую неделю в общем первые два дня у меня не было особо никаких результатов так скажем я себя чувствовал точно также устала как и в предыдущие дни но вы знаете потом пошло поехало я уже на той неделе пару раз за собой замечала что вот вечер до вечер а у меня еще есть сила на то чтобы помыть посуду пропылесосить убраться вот есть на все это силы и даже знаете я спать стало меньше то есть раньше я допустим спала спокойно до 10 до пола одиннадцатого а сейчас все окей в 7 часов как огурчик единственное хотела вам сказать нужно все таки эти витамины принимать утром во время завтрака во время завтрака я как-то пару раз прозевала этот момент ну забыла в общем и приняла их вечером на ужин их нужно с едой принимать и знаете потом долго не могла заснуть и в итоге проснулась в четыре часа и уже была готова на подвиги но четыре часа нужно лежать тихо потому что все спят никого будить нельзя ну вот ребят сходила я к врачу зашла на секундочку и получила бумажку на семнадцатый января талончик на семнадцатый января 17 января минуточку сейчас 12 ноября вот поэтому в австрии процветает частная медицина именно час потому что конечно же я не буду ждать семнадцатого января придется мне идти к частнику и платить деньги участника все это дело стоит 100 евро и никакая страховка это сожалению не покроет какая жарища еще нету 12 часов я уже вся мокрая опять вся мокрая оделась не по погоде вы знаете когда вы живете в горах выходите из дома вас совершенно одна погода более холодно более ветрено в городе просто пекло городе просто пекло и стараюсь сейчас идти по тиньку потому что уже вся при парилась вот такой вот жаркий ноябрь в зальцбурге я извиняюсь перед всеми теми подписался на меня именно из австрии что-то последнее время меня совершенно не прет снимать на эту тему но сегодня я исправлюсь сегодня я вам покажу русскоговорящую женщину предпринимателя из земли зальцбург поспрашиваю ее как она докатилась до такой жизни чтобы стать самостоятельной независимой женщины предпринимателем вот а начинала она с аупер вот кстати мне кажется я упыр очень интересная тема и предпринимательство в общем таня у нее магазин танюш можешь покажешь что у тебя тут есть проходите гости дорогие проходите экскурсия все для мужчин для наших красавцев так тут у нас джинсики кстати очень классный материал и цвета такие модные хочу за фирма такая фирма директор фирма директор турецкий турецкие джинсы окей вот этот классный цвет мне нравится все для любимых все для любимых девчонки кто живет зальцбург если хотите что-то любимым купить шортики кто поедет на новый год в отпуск шортики да кофты спортивные теплая до слушать и в таком сексуальном наряде обслуживаешь дорогих мужчин так курточки футболочки всякие разные обувь тоже турецкая а сколько стоят кроссовки вот красная например 40 евро а все 40 евро пола вот это мне нравится тема здесь кстати в европе очень любят такие носить вот я не знаю почему-то не это спрятала вниз но ребята мне больше всего понравилось например вот это полу очень кстати хорошо сочетается цветом моих ногтей я обожаю вот такой цвет бордовый и вот такой вот нежно-нежно лиловый такой лавандовый не знаю почему-то они это вниз положила я бы это положила вверх или прям даже на витрину ну и вот такие цвета очень ходовые знаете розовенький такой вот голубенький не вот очень такой нравится вот такой бы я даже бы себе взяла вот такую беленькую 18 евро стоила и та не дает минус 20 процентов скидку ребят отлично вообще магазин мне очень понравился была бы я мужиком я бы себе здесь точно почему прикупила но вот это бы я точно купила вот это бы точно купила бы вот это бы точно купила бы и вот еще бы над этим вот бы подумала я знаю что зеленый нравится девам и скорпионам на летнюю одежду скидки на летнюю одежду зимой скидки да какие скидки 40 процентов от двадцати процентов от двадцати до пятидесяти процентов мужчину одеть а кстати хотел тебя спросить мужчины сами приходят покупать или женщины приходят и покупают для мужчин как у тебя женщины ага то есть мужчины когда приходит он не может решиться да ему надо женой посоветоваться ну или с любовницей как пойдет жена там всем жена всем рулит в австрии да и потом они приходят и покупают слушай но а он покупает как за свой счет или она покупает или как вот у них эти бюджеты здесь рассчитана она покупает ему он ее просто приводит чтобы она ему что-то купила да очень много приходит посмотрел показал мне так понравилось не нравится некоторые говорят нет у тебя уже есть а жена может сказать нет у тебя уже есть да лучше купи мне платье ну конечно платье лишним не бывает одежда для молодежи для молодежи спортивно да и приходят мамы папы смотрят ну да да для молодежи для подростков они еще и не мужчины но и не мальчики а почему ты решила сконцентрироваться на мужской одежде на мужской моде ты любишь ты любишь мужчина обслуживать мужчины Нуж combination таки просто как дальше женское все все для женщин все для женщин а вот именно как мужчина пришел в магазин это именно расслабился тогда для мужчин было все да в основном приходишь в какой-то магазин там что-то для женщин что-то для мужчин а чтобы вот так отдельно магазина для мужчин это редкость и ты решила вот такую изюминку сделать изюминка смотри необычно мне кажется они тебя здесь комфортно чувствуют смотрите какой красивый офис мне кажется здесь комфортно а вот расскажи как вот ты на свои собственные этот бизнес организовал или ты кредит брала или кто-то тебе помог взяла кредит частично ну то есть частично свои частично кредит а сколько здесь аренда вот в этом шоппинг-центре стоит не можешь сказать вот соляйте ребят вот мы вам сегодня не все оказывать расскажу ну нужно считать разные магазины от именно разные центры они у них разная цена скажем так это от 30 от 30 евро за квадрат а а 30 за квадратный метр плюс чем больше магазин тем меньше ты платишь ну как платишь 30 центов они платишь там 50 70 80 плюс добавляет они еще нам называется на менеджмент что это значит и бухгалтера которые сидят вверху это подсчитывают тебя вот сколько тебе аренды платить подожди то есть ты хочешь сказать что ты это не сама считаешь а что за тебя это кто-то считает тебе не хватает того тебе не хватает этого тебе надо немножко по-другому все переставить то есть они даже могут дать и указания да вот они скажут например вот нет это одежда не подходит и эти услуги входят в аренду но это только если ты в шопинг-центре до арендуешь помещения не хватает деньги на этот месяц и подходишь и говори давайте как-то мы с вами решим я заплачу в этом месяце больше на следующий месяц меньше или как-то например разбить на все вопросы надо решать да интересно то есть я кстати об этом не знала то есть ты здесь сама себе не хозяйка ты зависишь от менеджеров сверху несмотря на то что платишь аренду ты все равно сама себе не хозяин да а ты кстати рассказывал что должна обязательно открыться обязательно закрыться в определю в одно и то же время да ну как это по контракту и ты не можешь например уйти куда-то заболеть ты можешь заболеть ты не можешь уйти не можешь что еще не можешь магазин должен всегда работать и так прописано в контракте вот ребят видите как тут в австрии все строго подписалась работой подписалась работой музыку забыли а музыку не надо включать потому что если будет музыка то нас тобой забанят она с тобой забанят о ютюбе ну и как тебе жизни предпринимателя вообще тяжело тяжелее чем наемник пришел отработал 8 часов вот клиент пришел алангры скотт конечно ребят мне кажется что намного легче прийти просто на работу до отсидеть там свое положенное количество часов и уйти клиент заглянул и ушел а вообще знаете что у кого идет или ни у кого не идет бизнес я вам всем рекомендую читать аффирмации аффирмации на удачный бизнес чем чаще вы их читаете тем наверное будет круче прощаемся чем может пригласим к тебе магазин гости кто живет в городе приходите к шопинг-арена 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 это зальцбург зюд это юг по-немецки вот ну и кто будет здесь проездом тоже заходите он может а не кому понравилось навестите ее она ждет клиентов мужского пола вот вот или женского пола который будет покупать для своих дорогих мужей сыновьев братьев вальзов мужчины мало сейчас у нас да поэтому нужно изберечь одевать хорошо качественно пожаловать вот ребят если у вас есть какие-то вопросы к таня по ведению бизнеса вы напишите в комментариях под этим видео и если наберется много вопросов я сделаю второе видео вот а еще я таню хочу расспросить про ау-п но это как-нибудь естественно следующий раз что желаю вам хорошего дня было классно с вами поболтать без байт чо-пока-пока-чао какао